Спасибо огромное, Тибоун. Это как раз был один из игроков, представители команды Амакина Спортс. И один из вопросов был о Тобе. Получили мы вопрос, точнее ответ на вопрос, да, о Тобе. Зачем они оставили одного этого люркера, но пытался... Какая у них вообще была задача в тот момент, да? Смотрите, собрать информацию, но, говорит, я умер, поэтому ничего не получилось. Говорит, типа я собирался... Уже думал уходить, но, к сожалению, да, пришлось. Ну и он озвучил то, что достаточно сложные, но удачные у них получались ротации. Но это он имел в виду про консолу, потому что первые ротации для них были вообще фришные. Когда они приехали на северную часть, еще там пятой, четвертой зоны. И там они передвигались спокойно. Но дальше последующие ротации, говорит, были сложные, но мы все сделали четко. Мы все сделали классно, соответственно. И так же про Емти, да, спросил там на Ванголь. Да, 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 был вопрос про Емти. Ну про Емти они сказали то, что в целом они поменяли некоторые вещи. В игре, и сейчас все идет к лучшему. Они остаются спокойны и настроены на победу. И как бы с работой он будет прогресс. Как-то так. Молодцы парни, хорошее начало. Да, хорошее начало турнира. Мы давайте в чатике будем поддерживать наши коллективы Юнити. Щиты за них, щиты за Торнадо, за Нави. За ребятушек, конечно же, наших темных лошадок, которых мы охрестили. Действительно Михаил говорит, что никнеймы, в принципе, многих игроков знакомы. Но при этом на таком серьезном уровне, еще и в режиме онлайн, не так просто будет отыгрывать. С одной стороны, ну посмотрим. Это Хайку, конечно же, ребята из команды Хайку. Остальные СНГ коллективы нас ждут уже в другой группе. Это будет завтрашним днем, как говорится, изменения. Ну и хайлайты на ваших экранах. Так закончились Торнадо Энерджи, так же умирали тут атлетики со всех сторон. Позиции крайне жесткие, сумасшедшая зона. Тут ничего не скажешь. Сложно было жить. Единственное, что ликвиды. Вот давай к ликвидам немножко подойдем. У вас есть время, у вас есть возможность. Вы настреливаете эти киллы хорошо на Нави. Окей, вам хочется пострелять. Но у вас никто не смотрит спину. Вот сейчас миникарта. Мы с тобой видим миникарту. В четыре дудки стоят, настреливают в поле. Тут на голову приходят четыре. А там гранаты, видишь, летят. Это потом уже. Нет, это уже позже. Это уже ближе к концу. Это был, получается, ног. Был первый ног по кеймайду, кажется. И его забрал Таб, который за синенькой уже был, умирал. Он забрал этот ног. Или другого игрока. Не суть. И потом уже вот эта вот смерть от темпусов. Закономерная как бы. Ну, Ликвид здесь немножко, скажем так, да, были не подготовлены к тому, что к ним кто-то на голову придет. Видимо, информации не хватило чуть-чуть. Ну, видимо, хотелось быстро просто собрать. Ну, это же open field. И мне кажется, что психологически всегда, когда тебе говорят в опене бежит, ты почему-то бросаешь все и понимаешь, что это фришка. Ну, для тебя фри-поинт. И поэтому можешь оставить какую-то свою позицию. Ну, то есть мы всегда хотим надеяться или говорим о том, что на каком-то уровне игры этого быть не должно. Ну, и так далее. Но это все равно всегда есть. Все люди ошибаются. Ну, там глобально ошибаются, да. Возможно, индивидуально они там суперклассно поиграли для этого кола. Ну, в целом все бывает. Я думаю, что тут ничего такого особо нет. Нет, ничего такого нет. Абсолютно правильно. Я к тому, что даже мы не раз... Это же заодно еще выход от темпусов. Да, да. Вот что хотелось сказать. Ну, давай, вот пойдем по-хорошему. Редлайны, посмотри, сколько настреляли. Они умудрились 9 киллов насобирать, и поэтому они попали на вторую строчку. Юнити 5 киллов ПТС-иками забрали. Еще 6 за второе место. 11 на Тусвинсера благодаря Андрюхе и, по сути, Табу, который еще там кильчик стильнул на четвертую строчку. На самом деле, неплохо отыграли. Хайку, топ-6. Учислено, как они долго заезжают. Эта зона вообще не очень любит тех, кто долго заезжает. Ты позиции потом занять не можешь. Их просто нет. Их минимум. И то они в основном на востоке. Восток, северо-восток, да. Горы, возвышенности и складки. Ну, и Интропик, которые неплохо повоевали. Они топ-8. При том, что за плейсмент они ничего не получили. Но они 4 килла насобирали на ТСМах. И этого им достаточно было, чтобы в восьмерку ворваться. Ну, Team Red Zone. Ребятушки на седьмой строчке. Также 5 киллов. Хороший результат. А вот нам показывают Васку топ-1 по киллам. Килл-лидер. Дальше идет QB. У редлайнов Айвас. Данимон из Юнити. И... Пейдж. Пейдж. Данимон так сверху смотрит. А что ты арираешь? Вообще фотки лучшие. Ты кто, сынок? Я в килл-лидерах. Мне все фотки нравятся. Мне аппейдж какой я самоуверенный. Не, классные фотки. Ну, опять же, мы в рамках Stay Home, да, в рамках локдауна. Кстати, еще был вопрос про локдаун. Как вы там держитесь? Держимся, да? В начале от парней. Уиваса или Айваса чисто из паспорта. Как бы отсканин. Ну, прикольно, ладно. Не, нормально. Все супер. Все очень здорово. Командам спасибо огромное. Начало здоровское. Вот поступила приятная новость. Мы без каких-либо пауз рекламных и прочих. Мы скоро будем перемещаться. Да, мы сейчас зашли в лобби. Увидели мы это. Слушай, так и нет уже этого. Нет фудкорта. Никуда не нужно отходить. Ну, фудкорт, в смысле, есть у тебя здесь сразу перед компом. Ты не на арене в Берлине, там еще где-нибудь. Детям нужно всем стаком отойти там куда-то. Грубо говоря. Ну, кстати, у них-то время есть. Если ты проиграл, то у нас нет. Получается. Да, я про них говорю. Если ты проиграл, ты можешь смело идти по своим делам. Там на ланах так тебе не позволяют делать. Ты сидишь до последнего на своем месте. Правильно? Насколько я помню. Ну, до интервью. Ну, до интервью, да. Грубо говоря. Вот пока все доигрывают. Откисаны на пятой минуте. Потом было уже по-другому. Там как-то немного поменяли. Ну, на разных турнирах по-разному в любом случае. Просто где-то интервью тебя ведут, где-то интервью берут прямо на месте. Поэтому есть возможность там пройти. Просто все зависит от продакшена. Она же тоже, наверное, как камера, она летает по залу этому с игроками. Именно не зритель. Ну, да, да. И если она пролетает по нему, то, естественно, не хотелось бы, что там ходили игроки. Хотя эти видео потом попадают в нарезки. Ну, в общем, тут, короче, везде по-разному. Это контент. Это контент. Как-то так. Ну, в целом, в общем и целом, видим, что Хайку готовы драться. Подрались они здорово. У Натус Винцера, в принципе, тоже неплохо все получается. Юнити благодаря все-таки кемпу удалось пережить. Да, все эти движухи, что происходили. Вовремя прочитанная зона. Но они очень много ноков получали в том кемпе. Там и сет дважды вроде падал. Что-то типа того. В общем, ноки по ним были. Ну, и ждем, 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 когда остальные коллективы заиграют. Хочется видеть наших на пьедестале все-таки. Хоть впереди еще... Ну, у Торнадо были сложности. Не-не-не, я имею в виду... Ну, Торнадо, тем не менее. Да, они, тем не менее, там пытались как-то файтиться. И у них позиция была примерно как у Digital Athletics. Я не критикую, Михаил. Я нет. Я констатирую факт, что хочется Торнадо еще выше. Так как они попали в мясорубку, потеряли тиммейта, но зафармили поинты, а потом их не пустили. Посмотри, какой самолет. Ну, в общем, друзья, самолет. Арафлан и Аэроплан. Это будет интересно с вами посмотреть. Я думаю, от этого мы самолета увидим и интересные споты, да, куда будут прыгать коллективы. И, соответственно, и будет развитие действий. Плюс, возможно, зона на островах. Возможно. Возможно. Здесь, возможно, заберут кампы милитары. Вот как-то север совсем карты. Вот эти северные города, возможно, будут пользоваться популярностью. Плюс призом все-таки никто не отменял. Ну, вот, да, интерес есть. Интерес пробуждается к этой карте. И потихонечку, да, переходим мы уже к ней. Полетел самолет. Соответственно, вы сейчас увидите, где кто располагается из команд. Где, по крайней мере, кто планирует располагаться и как. Вылетели уже Red Zone у нас. Вылетели Хайку. Атлетики полетели. Видите, что в Атлетик ставят, Торнадо, все, кто Монтануэва занимается будет. Кто там подальпозы, компаунды. Все-все забирают уже. Слушай, ну, Red Line у нас меняют спот, я так понимаю. Они же в Ампаву прыгали, а сейчас подлослионус. Ну, видят они этот самолет, как бы. Поэтому понимают, что можно смело полутаться где-нибудь южнее. Учитывая, что зона далеко от них не должна убегать, да? Белый круг первый. Основной. Ну, и на Тусвинцера у нас летит как раз. Да, но Red Line может обрезать все равно, мне кажется. Может, но будет не супер далеко. Единственное, что количество команд может оказаться много на пути. Но это такая история. Навик, кстати, полетели в сторону Кампа Милитаря. Ты как раз запредиктил этот момент. Вместе с адептами, так я так понимаю. Элязар адепта. Теребонька, да? Теребонька, ну. Вот тебе и зона, вот тебе и острова. Ну, им тут... Не, они по югу заезжают. Нет, я имею в виду то, что в зоне они не оказались изначально. То есть, если бы они по Ампалу, которую, которая свободна, то они могли бы позиции какие-то сразу же занять. Кстати, игроки, если пересмотрели этот матч и просто чекнули кто-куда там падает, то могли думать, что в Ампале кто-то есть сейчас. Ну, вот поэтому, видишь, да, 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 да. Они запредиктили, что там кто-то может оказаться, и на Ампалу они не рискнули улететь. Это, в принципе, здорово, когда вслепую коллективы не летят. Да, там это мой спот, и все, давай, хот-дроп, давай драться. Тут, кстати, Мэник. Мэник, это у нас команда Хайку забрала тачку, уже поехала. Монте-Ноэлла они проехали. Рядом с ними у нас тут находится Red Zone. Ну, и севернее уходят парни в Кимпаунд, который как раз от них был в 50 метрах. Ликвиды, классическая пикада. Даже вообще будем, как говорится, нечего тут нового посмотреть. Razer Edge у нас расположились на минус Дженералис, при том, что у Дур, у Дир значительно восточнее, практически метров на 800 от своих ребят лутается. Севернее Джанкиарда Эль Гиганты на основной пачке, и на самом Джанкиарде еще есть Гекси. Адепты Эль Азар, Тереберонька, Теребронька у нас улетели, Натас Винсера все-таки, Бесталыч остался южнее, в самом Белом Кругу. Нам показывают сейчас ТСМ, это бывшие ВТСГ, а это их спот, Сан-Мартин, да, Сан-Мартин это их законный спот. Тут как бы вообще без разговоров. Юнити, кстати, Осигента, Грейвьярд и соседняя. Ну и снова Торнадо Энерджи попадаются при перекатке. Слава богу, правда, урона никакого не нанесли им, но тут есть Лолита недалеко, поэтому нужно как можно... Не, наверное, дальше, да? Ну, вот, смотри, Лолита прилег. Потому что понимают, что могут там игроки еще сидеть с коллектива, который по ним только что стрелял, поэтому нормально здесь Торнадо все читают. Но опять же, Мэлман Экземпл, Экземпл уже подошел к ребятам из Хайку Резьё Рэд, проезжает у нас Шив, по нему ведет стрельбу Фура, но, к сожалению, не получилось. Достойно его здесь, как говорится, одарить свинцовыми. А куда шеф поехал? Шеф на берегу в центр, да, пытаться к центру круга подобраться. Вот здесь кем как раз есть у него на пути. Единственное, что тиммейты только-только начинают выезд, и это не самое интересное. Пусть при, куда у нас без стола забрался. На этом кемпе мы с вами бываем. В общем, более-менее позицию, кстати, занимает неплохую по отношению к ним, чтобы посмотреть проезд. То есть вот он в Кэмпаунд, если заедет, к которому сейчас мы видим. Это котлован. Если он налево уйдет в кемп, то это котлован. Он вообще оттуда ничего не увидит. А вот повыше в складках, мы помним, там очень сложно находиться, если тебя начинают бутербродить с двух сторон. Ну, посмотрим быстрее. Энтропик также едут по тому направлению. Нам показывают Ликвид, тем временем с запада они заехали в Белый Круг. Только-только, кстати, снова Ликвиды не оказываются первыми, да, как казалось бы. Ну и на развороте у нас Энтропик, отлично, собрали информацию, что Резью Рейдж все-таки кемп заняли? Хокки. Слушай, я думаю, что на этом турнире мы увидим вообще другие тайминги. В целом, коллективы какие-то посмотрели и, наверное, подготовились уже. Ну, это достаточно большое, точнее, один из самых крупных, наверное, турниров, которые мы видим сейчас. Ну, не считая собой и в новом коллективе. Не считая ПГС, это вот первый крупный турнир, по сути, в рамках призовых и количество участников команд, плюс охват всемирный у нас и Азия и все-все-все остальные регионы в рамках, да, папка Continental Series. Да, 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 у нас там хватает Азия, Америка. Начинается, макарнику зажимает, слушай, ну, не хватило чуть-чуть патронов. Или Аима, это вот месть, практически месть случилось. Так, габлаку высаживайте, мы по габлаку, а по манику, если взлетел в голову, то, ну, неплохо пострелял. В любом случае игрок Торнадо Энерджи и показывает нам, да, пока все вот эти перетяжки. Достаточно далеко, кстати, Торнадо Энерджи будет ехать. Сейчас они самые дальние от белого круга. А пока мы видим, как пытаются коллективы кого-то на перетяжках поймать. И Маник, кстати, не отхилился. А тут Айра неплохо-то заседает, но нет, не рискует все-таки Айра разыгрывать именно в соло. Слишком открытая позиция. Да, потому что парни проезжают, думаю, он опасается того, что они сами стопнутся и от холма будут чекать. А он здесь может открыть, его можно пострадать. Просто он может стопнуться даже не тот, в которого ты стреляешь, а какой-то тиммейт. И сразу же взять на тебя угла, там, с горки пострелять. Поэтому здесь Айра, конечно, ну и угла нормального. Опа, а у нас Шиф все-таки попадает под прострел от Гэкси. В опане его подловили. И вроде бы они заняли тот кем, который хотели. И Шиф в опане лежит за тачкой. Нужно как-то поднимать на Эйлап. На Эйлап, ты посмотри, как реагирует. Только выкнул, казалось бы, смог. Тут же прилетают два шота по Гэкси. Ну и понимает Гэкси, да, что отменишь как бы. Пощадил фактически, если бы это... Что и в этом попадании были. И шифток, не резнет. Он не резнет, он не резнет, потому что, во-первых, поехали к нему. Ой, хорошо, что отменишься. Монкир. И Норкис, тоже пытался заехать здесь на RadioRage игрока на Эйлупа. И забирают угрозов и гиганты. Вот пострелять, вот о чем ты говорил. Мне кажется, что убегать нужно. Работаешь, ты, ну, лиджи, неплохо, мальчик. Он мальчик, он отгоняет. Он еще и по хокке сейчас постреляет. ВАГ, простите, это ВАГ. Есть информация, что Гостар наезжал. Сейчас он слышит автомобиль, и можно попробовать проводить Гостар, который будет из этого компаунда уже уезжать, но время потеряно. Гостар здесь уехал уже, и Вижена по нему, собственно, и нет. Вуки-буки на скалах. На дропчик мы насобирали. Тир-3 комплект плюс АУГ. Собирая также информацию вуки-буки. Все очень неплохо для темпусов. Они, правда, очень широко сидят. Если бы сейчас посмотреть на миникарту, можно немножко обалдеть, мягко выражаясь, грубо говоря. Юнити проезжает мимо Бестолчи. Также подтягиваются к Андрею его тиммейты. Ну и проезжает Марф, игрок родлайн, мимо Амакина. Вроде разминулись. Конфликта никакого прямого нету. Нейлоп, что у нас, кстати, по Рейзью Рейджу. Все по-прежнему ситуация такая же. Нейлоп остается один в своем кимпаунде. Гиганты начинают по нему, продолжают постреливать. Нам показывают Хайку. Аман, Габлак, Лолита. И еще не хватает одного. Да-да-да-да-да-да-да-да. Мэнник все отлично есть. Они вчетвером, ротация у них происходит. Едут они над минус Дженералис. Ну а тут Оранж пропускает ТСМ. Емти, находит КБЕ. Отличная ситуация. Сейчас, кстати, могут запутербродить. Айра? Слушай, как-то еле-еле как-то им заезжает. Вору, да-да-да-да. Ну и нату Свинцера над головой у Оранжа будет Оранжа. В итоге стрелять на них все. Стрелять начали все. Никто не ногу Фекса находят. Да не Мон, неплохо. Тут еще и Бео Сталаш недалеку. Он не подмешал. Да не Мон, пытается перестреливаться. Отбирает Фекса. Тут, кстати, отличная Хаешка. Но Андрюха отступает. Еще и Айра сверху веет. В общем, жесть жестяковая на самом деле происходит. Зона все еще захватывает острова. Между прочим, импала фактически. Ну и тут, Юнити, пытаются не пустить полную на Свинцеру в зону. Мексия находит Габлака, забирает из Хайку. И, видимо, то, что Айра там тоже в спине у ребят из Юнити. У двух, наверное, коллективов, если можно так сказать. И, кстати, поддержки-то у него и нет. Не дадутся сейчас в Артемирке выезжают. Ну и Сатри Айра. Проблема, знаешь, какая-то, что бутербродятся парни друг против друга. И слишком много команд, по сути, да. Один отвлечен на одну команду, другой на другую. И нормально нельзя свои силы сфокусировать на одном из коллективов. Нормальный прострел. На проказы показывают, как Габлака на байке, но это что-то улыбай. И близко проезжал здесь мотоцикл. Херузаин все-таки падает от Бестовача, выигрывает здесь противостояние один в один игрок на Na'Vi. Ну и плюс коин, скорее всего, для нас Тискнинсера. Там к Бестовачу уже подошло. Они долго один в один и не дрались. Да-да-да. Вот та самая пока. Джимс сейчас должен взрываться. Нам показывают как раз картинка в картинке. Джимсу очень сложно. Не раз мы уже отмечали эти рампы. Это просто шедевральное дополнение на этой дороге. Нам показывают. Сейчас перешли пока что мы все внимание на драку Атлетиков против Liquid. Тут темпы подключаются клип на Крид Сиксмо. Проблема Митреллиус. Митреллиус, как вы сможете Митреллиус что-то разыграть? Полетела хаешка от Мекси в сторону советских игроков. Сиксмо. Один хп просто там Митреллиус. Союзов только на аппечку, но сейчас пройдет смол. Поднять имейта срочно. Аааа, нет, Кеймайн забирает тиммейта. Митреллиус очень жестко проседает. Тут же его добирает. Митреллиус, а ну как клип с дистанции нам сейчас все это показывают. От первого лица от лица клипа Митреллиус. Минус забрать пока что нет возможности. Но что там по остальным атлетикам? Джимс зажат под камнем. Мерт, надо как-то доигрывать. Этигет сидят, кстати, под заводом. Мерт, надо уезжать, что он, наверное, не делает. Ну а хайпер и темпы с прострелой и против Liquid тоже в одиночку не повоюешь. Liquid, кстати, вот этим заездом все машины себе, по-моему, заруинили. Учитывая, что две там взорваны. И другие тоже прочности, скорее всего, здесь темпы подзабрали. Сет забирает локашку, скорее всего, а фулл тресет. Еще и аптечка. Сет забрал фулл тресет плюс еще и x8. Если так, труп нету. Ну и что, у нас достался Джимсу, молодой человек, на диджитал атлетике. Уехал Мерт к смешу. Вдвоем парни остаются. Ну, в принципе, зона им пока что позволяет играть. В принципе, ничего страшного. Если будет уходить от воды, то это третье. Не факт, что будет. Торнадики у нас едут по северной дороге. Ну, северные переезжают на восточную, на перетекающую. Едут вслед за Юнити. И в параллели с Юнити двигаются у нас на Тус Винцера. И все это дело собрались блокировать адепты. Притом втроем, посмотри, как они сильно растянулись на карте. Ой, в дальнейшем тут ждет очень жесткая движуха. Тонда, Ноки. На Тус Винцера. Тонда, кстати, это... Да, Тонда, это левый фланг. Да, 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 да. Ноки вот нам показывают. Он, грубо говоря, в центре находится. Потому что четвертый их тиммейт, это Санзи. Ой, кем бы сейчас может на него заехать. Ну, здесь Ноки прыгает на мотоцикл и пытаются сами уехать здесь парни за депс. Но нет, он да лежит. Он да лежит. Сеня, жить. Смотришь, тем временем, от Варианцев уходить. Там просто в спину, там на Тренер же еще пришли с Юнити. И поэтому адептам, мне кажется, нужно просто отсюда валить. Учитывая то, что у них есть компаунд, который уже тиммейт занял. И они могут в зону заехать. Здесь Ноки туда пытаются. Типа не нужен. Здесь уже нужно уезжать, зона ушла. Вот мы видим отцитровку, отцитровку на импале. И все, импалу сейчас будут зажимать. Амакины уже прорываются в импалу. Пока что она свобода. Поехали также Тепус к Сантиметам. Но они вспоминают одну из тех зон, когда на этот кемп уходила, куда заезжает вся пачка Тепусов с импалы. Но опять же, не факт, что так получится. Редзон у нас на юге расположились. Редлайны на юго-востоке. Восток больше. Адепты въезжают также к горе, а не к редлайнам по соседству. Эти геты на заводе, в принципе, еще себя неплохо чувствуют. Но вот разделенный состав хайку достаточно не сильно полезная штука. Чем позднее, да, чем позднее тайминги, тем это опаснее. Ну и на Тус Винсера все-таки с адептом этим под боком пытаются что-то как-то собрать информацию. Поехали, Торнадо Энерджи, поехали. Юнити сет едет первый. Сейчас что-то быстрее. Да, Парижа, как это здесь, Харман, минус он. Сразу же, таки, молот, молик будет отходить. Видимо, сет да не будет достреливать. Поджигает он с этим, окно, ну и выходит там шло, игроки, Торнадо Энерджи. Ой, вороч, мазать экземплаку. Да, вороч, еще и алло, опрокинул. Но сета отгоняют, все, пытался перестрелять. Тут, ой, хорошо, квизи на контроле, все отлично. Ну и что попытка еще сета добирают, квизи все четко сделал. Да не может. Граната откидывает. Пока мы смотрим, как Мирт у нас здесь. Два игрока остались. Позиции, конечно. Позицию атлетикам здесь никакие, да не мод. Умирает, оранж умирает. У нас минус юнити топ-16 для них. Ой, казалось бы, топ-2 прошлой карты и так плохо завершили эту. Ну, что ничего не поделаешь тут, атлетик. Умерт, хорошо. Удиро чуть-чуть не достается для Ноа Коварти. Временем достается какой-то Раджи Бирдо. Ну и что у нас? Ликвид, по килам нам, кстати, живую статистику слева показывают по килам, да? И... Или сразу по ранкингу. Нет, это сколько живых, видимо, просто по килам, да, и сколько живых. Просто меня смутило ранкинг. Вот. Так. Razer Age 2 кило, Tornado Energy 2, Digital Athletics 2, Navi 1, Entropic 1, Эльгиганты, ну и так далее по списку. Что у нас происходит дальше? 50 в живых до сих пор. Зона такая, что позволяет жить очень большому количеству игроков. Симпалом много кто может залететь, и редуайны могут залететь, адептцы уже заехали, плюс там сидел один коллектив. Знаешь, чем вся проблема, импалы. Если зона уходит далеко, ну, смещается с импалой, с нее выход практически невозможный. Мирок эти временем падает, зажали тут со всех сторон. Айролуха по уедет на байку, дабл добирает мирокю свою копилочку. Там именно скинулись, тропик вместе с ликвидами. Могли бы атлетики, если бы у них гиганты проезжают, опять будут воевать, зона уходят от Винцера. Вот весь чем проблема, импала практически вся в зоне, на самом деле. И два коллектива здесь выиграют, да и хайкут уже есть возможность зайти, какие-то ближайшие. Так, начинается у нас обстрел, собственно, на Ту-Свинцере против Торнадо Энержи. Там, тебе, не могу сказать, смеша, забирай этого. Видимо, что Удер также под прострелом, и Мертв остается один против двух игроков. Да, есть понимание то, что Мертв лох и полы 13 поинтов, не остается отхиляться, он так и не успел, пытается уйти. Буквально один шот, 15 хитпоинтов, что там, бусты, ему не помогают. Тот смоки он откидывает, отзонивает Удер уже, раз разрез, как это, ахилку скушил, ну а и вышли в сторону Торнадо Энержи. А тут проблемы, тут мимо, неплохо расстреливать, бестолочь в ухо, как раз таки под 90, есть информация, бестолочь, что он делает? Нокнул еще и экземпла, чемпион, там умирает. Экземпла умерает, последний игрок от смф погибает, у нас тут, как замакином, всё, а там же и темпосы залетели на Red Zone, нет, на Red Zone совсем рядом. Квизи, к сожалению, все его не запускает зону. Квизи не успевает, достается все-таки в зоне. зоне нет пацанам парня мы знали он остается до пикселей все временем забирает point на родлайнах будет панукой тунда родлайн продолжает терять своих тиммейтов это уже red zone подключать света движухи и тропик заехали неплохую позицию на разогревает каешку уже джимс также и биться готовит сюрпризы полетели сюрпризы на тайминге не нормально восьмерочка макандарку тунда также куид по забирает и что ликвиды ликвиды энтропик мексик хорошо получил урона пытается откинуться хаешками молотов что ли упал и редлайн из аган забирают родлайн нормальный пуша темп из получился в итоге кстати там и добираем еще новики с ответ от хоккей по мекси джимс падает вообще там акинов и мертв последний с digital athletics у нас погибает остается интерфейку point ну и немного здесь остановили ликвидов чем остановили не коллективно игроки команды которых просто коллективно постреляли энтропик своим ушам тоже отлично бетон да ну и тропик неплохо засели что у нас по зоне пока что играбельный этот сплит есть raise your age на западном фланге фланге это как раз соседи рэджи бирда и табло и будут принципе они могут не встречаться даже с парнями нам показывают что она показывают ликвиды которые потеряли двоих тиммейтами временем вот а это у нас пока отлично атлетики которые проезжали при гиблил он в отлайнах да заехал он тут в гости и закончился и рэджи бирда посмотри с какой дистанции да это халпа отлично все здорово для энтропик да это плюс поинты и посмотри на redzone постри сколько у них территории до территория она не самая лучшая это последовательно что они не завязались выходить у ю ю ю ю ю ю ю дир зачем куда побежал удировал дирк тиммейта хотел перебежать его не пропустили энтропик просто все четко ну хайк аман точнее игрок команды хайк забирает удира там вариантов ты не было куда удержать либо одному против энтропик ну возможно просто смоков не было чтобы себе какую-то дорогу раскидать или зажал а вот на самом деле все равно бы не а может это команду может быть надо было подождать просто до вот этого прока когда бы энтропик были заняты уже в момент ротации отлично находит у нас кует по где халпа халпа подошла но будет посетки успевает об одобрить ну и кует по сразу дает просто зайки тут как бы внимание задний ход понесся к своим тиммейтом поближе чтобы еще и прикрыть могли у ту турки молодцы разыгрывают этот момент очень четко натус винсера к сожалению потеряли тиммейта широк широко встали и за это начали информацию достаточно важно на самом деле для себя то что за зоны у них здесь эти геты находятся они сверху будут если сейчас перестрелка эти гет против адепт начнется то натус винсеры могут в целом и третьем патте туда ворваться ну и редлайны понимают вот та самая что я говорил что у редлайнов кайфовая зона большая и понеслись они просто всем стаком переходить да там маджестр почему-то затянул чуть-чуть перед вами редзон редзон прошу прощения да redzone а перед лайны на задавали нас покинули до с этом заняли их позицию так ну и у navi на и новый контест сушенную бестович бежит как-то очень быстро а нет нормально не на xs миникам бежит главное чтобы бежил бежал да с нормальным девайсом руках вот это самое главное хотя без толочь может затапать до такой смерти перетапать ручку мы это видели не раз уже ну и все решили они все-таки уходить в горы на северную сторону белого круга ну и redzone неплохо проблема redzone такая что у них переход будет через металлические вот эти все преграды иначе либо подниматься вслед за нату свинцера до работа через гору образно и там нет вообще никакой поле и нату свинцеры не должны пускать вообще здесь редзонов как-то играть как раз в белом круге видимо то что здесь хорошо это мадже старца он подловил фактически тут осталось совсем чуть-чуть для мадже старца чтобы пытаются а без того не держит прикрывает хорошо но он хочет добрать хочет добрать на его понимает он что убежал и не хилился здесь игрок redzone учитывая что достаточно быстро вообще без какого-то из какой-то паузы жал видит вы проблемах не хочу было перестреливать его мадже старца казалось бы это вот та самая тот самый момент когда охотник умирает от жертвы не получился к сожалению тут приезжает у нас энтропеек дабло нога и таман вместе с liquid на парочку на переехали и вроде у них все получилось и низина здесь есть где жить но ликвид пытаются пытается все-таки за контестить эту ямку у ликвид но если срок они будут у ликвидом нужно будет как-то второй раз решение идти пушить энтропит ну посмотрим как получится прошлый раз это прошлый раз плохо для них закончилась тем временем page находит амана подставился амана остается кто-то майник один да и так понимаю когда и майник здесь на бочках в центре зоны практически позиция достаточно открытые если какие-то валита на севере вне зоны упростите да 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 не зоны в импале если скорее всего его будут пушить в любом случае ну то есть кто-то должен либо темпус и наверное будут залетать либо даже team liquid туда могут с учетом отсутствия нормальных позиции да это факт и осталось находится киева есть возможность добрать ну и кстати из горы на ту сенсор много пострелять видимо то что там немножко поделились бедствующий против импала работает осенье с кем бы работать пред фред зоны или гиганты нас покидают на то время ну вот вот то самое в чем я говорил что ты зайдешь до вас там много в импале набьется но потом оттуда выйдет будет невозможно никто не видел никто не знал про неё джимс вор против пострелять по рэджи бирда очень много урона нет нет санте временем умирает от без толча андрюха продолжает разум обескровливать соперников и биться с джимсом плохо им очень плохо здесь хорошее укрепление от энтропик они все фуловые смоки лежат если бы были на есть позже на игру отлично ничего страшно ничего страшного они ждут когда вот прибежит и биться и бежит бегает и биться бегать один отжим за что он единственный кто может по нему стрелять ну да стрелять за стебо ловика забирает матча и биться забрал и биться на последним игрок этим ликвид сушево там океан уран где-то здесь должны воевать вас куша должен взорваться отлично воюет это уже второй ног получают они до отвечают какой по ногам патиболу чего нужно поднимать полетел еще молотов так чтобы за security бону привет и неприятно но вроде вроде есть там где жить без толочь меника добирает а последний игрок команды хайку к сожалению то 8 для них поинты есть очковая зона достигнута уже минимум есть поехали энтропик кстати туда же на те позиции где выбивали ой падает у нас рыджи бирда тут же его кема забирает на ту свинцера со своих позиций они приехали туда что ли я так понимаю нет нет они просто они просто с горы да они просто с горы царь горы наваливает что маркел зоны не работают и пропустили их ближе к центру круга и маркелов остался последний маркелов ой теге дадик есть мадик одига поднять будет сложно ну и навис здесь хорошо они здесь понты собирают главное что потом была возможность уйти но опять же смотри какая вкуснятина у тебя просто на ладони целый фуршета запонентом одига добирается емте ну надо собирать эти поинты зона позволяет 10 10 килов и команда из домов он уже лучше позицию занимает на центре нужно возвращаться ну вот если говорить исключительно про их историю и пробовать как тренд зонов ноготь учитывая то что там вот игроки и маме и маджести находится достаточно далеко от друг друга судя судя по смокам они спускаются вниз драться но вот эта история и неприятная история с ноги который сидит просто слева в упоре у них нужно собраться на втроем и просто одним к паровозиком доходить друг за другом все это дело разрабатывать отвечает можно поднять можно поднять тенис бесточок правда разбегаются не успеет они уже выходит отлично без того же есть информация должен поделить и разменивать не добивает но я могу проблема в том что да тут маркелов есть это хороший сюрприз то что там еще выйду уже поемте пострелял и сейчас буду встречать уже парни за макин там не редлайны то есть энтропик стреляли еще в спину а макином ну и маркелов уходит на на ту свинцер кем по все еще ползет пытается он перемещать еще кем бы может достаться поинтов для марки поинтам для маркелова и да посматривает маркелов поднять зона есть отлично тени просто как-то проконтролирует то что к нему могут от страны прийти дропчик пока проведение стреляет сеня стреляю и вот только по диму разрезали кемба и выйдет туда есть информация молотов полетел ползает уже не поднять выбираете баун и уже начинается бутерброд и немного другого характера маркелов душит со спины и больно очень больно от маркелов лобковой сели находят также поджимают хорошо тут маркелов падает 1 потом уже заканчивается navi так что стоп-6 для эти гены топ-5 для на ту свинцера там очень хорошее количество кило по navi ну я макин и живы втроем в итоге заняли как раз позицию отличную большую часть карты контролируют и осталось только неплохо пострелять встретить вот мы видим то что дабы уже добрали для себя главное сейчас они получили информацию точно оба макинах не знают наверное какое-то своих игроков там но я думаю что пару-тройку никнеймов могли увидеть в киффиде поэтому ждут минимум трех а макины кстати в четвером дали никого не потеряли все в 4 до 4 4 4 и родила red zone держит очень кайфовые позиции единственное что сейчас доиграть максимально против а макинов ну и темпу сюда будут поджиматься это предсказуемая история я бы не сказал что у них в один позицию все зависит от того начнут ли темпы вместе против книжка видел вот это вот вот та самая менишка нужно кандар чает или от плохо есть метки нормальной есть инфа по макандарку но если ты красиво прыгнула ты видел от железки красиво там еще и полки попал столба просел ой хорошо тоже нарезаем нишки много будет сейчас по здоровью вот кто получше постреляют вообще здесь сейчас выигрывает темпу пока что темпу значит похоже стрельба из рога так они с этих меньших по 30 поинтов себе по 30 хилл максимум ход хорошо а там васку забрали на макандарка отвечают а макандарка не успели спасти все-таки 33 и темпусы уже в количественном есть урина у нас емте по темпу самые темпы сыпытаются как-то автомобили здесь поставить попробовать перекрыться у дома кинов если ответная стрельба по тибону тоже прилетела но и целом red zone наверное будут чуть-чуть отходить здесь слушай снова у нас ревать и вот снова финише у нас этим нет стоп у нас red zone ненее red zone у нас родлайны были короче амакины у нас на финишной прямой остаются амакины втроем 13 киллов у них уже есть невероятное количество на самом деле есть информация пейджа и тут атомика проблемы проблемы у марки на хорошо здесь настреливают у нас молодой человек на томе ли ты подключились очень не вовремя правда но все равно помощь неплохая включается аук от вуки падает емте тибон тем временем буки опрокинул емте нужно как-то подымать там летят хаешки емте очень плохо чувствует пейджа добирать маджестер ну я макины последний тибон остается емте сложно будет поднять снежинка две минуты до схлопывания и будет пробовать емте поднимать кстати или просто забрал ресурсы какие-то не поднимают два ствола даже с ограниченным количеством хоспоинтов лучше чем один против более большего вики буки падают клип отвечает пойму и один игру его душат по нему есть информация возле трактора но не а да он за трактором уходит за зону не видел они просто отдали зоне 5 кило футам пустым пустоп 1 вот как классно да темпус влетели на редуайн забрали у них позиции и в целом резонов могли раньше не пустить но помешали получается натус винстера как вот сложилось это все на карте то есть надо свинстеры не стали занимать горку в сторону этого поля то есть пустили резонов да и потом и темпусы они дожили на заправки и понимали что вот со следующим проком они могут спокойно уже занимать это не зену как спокойно условно условно спокойно там их напрягали те самые макины ну и бродлайн и все-таки не оказались сопротивления достойного на определенном моменте когда уже потеряли тиммейтов и один в два не хотела разыгрывать манчестерс да 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 и два не имеют когда забрали вот эту заправку темпус то есть они туда влетели прям вообще елло мод полный залетели забрали их там еще и redzone постреляли и redzone здесь вот ну файта не случилось а встретились они получаются в топ-2 потом эти два коллектива единственное что ну покелам там есть разница небольшая потому что redzone ту-ту-ту-ту-ту сколько так ордон 467 опять же про между делом про между делом снг коллективы снова рубятся на тех позициях где их обычно и не видит потому что это не самая частая зона да в таком вот раскладе с таким освещением на север что забирает именно эти позиции и снова снг коллективы кручат крутят через ну кто-то изначально лутал с севера да из просто спускался кто-то закрутил в итоге три команды оказались снгшные заездом через север и в итоге друг друга они там закрывали торнадо были закрыты на ту свинцера unity да вот там еще юнити в спине были да и нави против unity воевали помню мы вот этот противостояние бедствовать чехи рузена достаточно долго они там раскидывались маки пытались как-то друг друга пострелить поэтому ну бывает от этого никуда не уйдешь поэтому абсолютно вот то же самое то что про импалу говорили что в нее заходишь да там 500 тысяч коллективов заезжает но выйдет одна команда и это так и произошло и сколько раз мы уже это наблюдали на разного уровня чемпионатах на разного команда вышла полностью full составом достаточно близко к друг другу находились и не было там возможности как-то нокнуть но не теряли время на подбегание к тиммейтам чтобы разрезать просто сразу же давали размены мне кажется исключительно вот из-за этого а макин смогли здесь выжить но я всегда говорю что если вы в таких узких лабиринтах да городских играете то вы должны находиться там в рамках видимости друг друга там плотненько плотненько играли а макин да да отлично разыграно при том что сюрпризов здесь хватало для них ну вот как раз тот самый момент нам показали ну и тибун да он за зону он сам отошел за зону чтобы не отдать хотя бы еще один поинт оппонентам ну и не досталось темпусом у них всего пять киллов по сути да казалось бы а макин и вот 13 киллов посмотри на данный момент хайлайта 13 киллов у нас о макином 7 киллов больше по-моему ничего не забрали нет они жуки-быки не забрали нет не забрали но в любом случае это очень качественная стрельба вот хайка у нас на 9 см у нас снова тсм снова тсм кстати да unity один поинт торнадо energy 2 там забрали для себя и смотрим что у нас здесь один скилл поинтов на тус минсера отличная игра молодцы за третью позицию а макины забирают топ топ-1 ну суммарно по поинтам 5 за плейсмент они за третье место получают и 13 килл поинтов 18 штук очень здорово темпусы несмотря на то что киллов немного тоже неплохо 15 очков главное что очки набирают и идут потихонечку потихонечку в гору энтропик неплохо сыгравший посмотри 5 киллов 4 за плейсмент 9 суммарно эти геты неплохо турки ну и ликвид снова как-то невыразительно я бы сказал да нет зона я думаю что им прям совсем не нравится такие заезжать ну они сидели неплохом кемпе они сами вышли пушить энтропик без какой-то хелпы со второго этажа без какой-то нормальной раскидки там смоков там на правую сторону да чтобы вот тот самый рейджи бирда хотя бы не не закидывал сбуха мне кажется что ликвиды вот хотели бы оказаться на месте энтропик там как они сидели о сплитон андрюха у нас тут снг товарищи да в дэмидж лидерах по этой карте без толщины мба 7 все кто больше топ-3 у нас и показаны амакин и нави и темпус это топ-3 коллектива как раз по итоговой таблице до второй карты второго сегодняшнего миромара здорово сейчас будет у нас сравнение как раз-то противостояние третье и пятое место суммарно 11 киллов у натус винсера 13 соответственно у амакин тотал поинс на 4 разницы и урона посмотришь как много урона внесли натус винсера на самом деле нормально при 11 киллах при двух киллах разницы да фактически очень здорово результаты нравятся по крайней мере наши коллективы набирают очки это приятно не все не все как бы хотелось ребяточки чатик поднимайте щиты конечно же наши команды рады вас всех приветствовать на замечательном турнире pub continental series charity showdown для вас работают николай одескин и михаил так и михаил ярмоша у нас интервью да получают а а